Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к стихам и песням, к авторским нашего канала. Во-первых, хочу, друзья, вам сообщить, что меня опять долгое время не было, как вы знаете, я не выходил на свой канал по причине моей болезни, вы тоже знаете, но у меня как бы случилось два таких случая, то, что я на очередную хотел ложиться в химиотерапию, но этого не случилось, так как я заболел простудой. А простуда вот какая. У меня в испалении было почек. Полинефрит. У меня, значит, обнаружили полинефрит, и я по этому случаю уже лёг на лечение почек всей мочевой системы. Плюс, вот, лежал я две недели. Ну, в конце концов, конечно, подлечился. Слава Богу, врачу. Моему лечащему я очень благодарен. Вот, Дмитрию Фёдоровичу Колесникову выражаю благодарность, очень большой-большой поклон. Если он меня смотрит, видит, и пусть все знают, что это врач очень хороший, очень порядочный. Вот. Большое ему спасибо. Ну, что ещё хочу сказать? Пока вот я лежал, положили пациента такого в палату ко мне, мужичка, так скажем, больного. Ну, он, в принципе, не так был болен, как я. Но плюс, я от него заразился ещё плюс. Другим простудным заболеванием, гриппом или там ОРВИ, что у меня произошло после. Дело в том, что он соплями харкался, сморкался. И вот такие дела происходили несколько дней, пока я от него не заразился. Конечно, хочу сказать то, что врачам надо быть бдительным. Особенно, когда онкологический больной лежит с таким пациентом. Потеян иммунитет, всё прочее. Нет ничего говорить об этом, все прекрасно знают. И вот так я легко подцепил от него вот эту заразу. Слава Богу, у меня нашлись таблетки, заранее которые были у меня припасены. Мне их жена купила перед госпитализацией. И вот такое дело. И вот я хочу сказать. Я выписался с небольшой, конечно, температуркой, наверное, может быть, была температура 37. Дома я подлечился. Все таблетки пропил. Вот такие дела. Так что, друзья, не обижайтесь, как я пропадаю. Потому что у меня практически от некоторых очень сложное заболевание. Очень сложное заболевание. Болезнь протекает, так скажем. Вот. И всячески стараюсь подлечиться. Вот что я вам хотел сказать. Вот и все. А теперь еще о другом скажу. Вот случилось так, что хотел я зайти на комментарии, которые мне оставили. Оставить отзывы. Зайти еще ко всем, кто оставил комментарии мне. Но получилось так. Я не мог зайти. Почему? Не знаю. Вот где комментарии оставили, там иконка с левой стороны. Так вот на эту иконку я нажимаю, этих друзей, кто оставил комментарии. И никак я не мог зайти. В чем причина, я не знаю. Я уже написал. Там, увидите, под последним роликом, кто я выставил тогда. Это было месяц назад, наверное, прошел месяц. Вот. То, что кто знает, в чем причина. Может быть, это с Ютубом что-то связано. Оставьте комментарии. Оставьте отзыв на этот случай. Я вас прошу, почему я так не смог зайти. Мне, наверное, сейчас придется просто-напросто ко всем заходить с канала, а не с этой иконки. Вот. Канал надо будет находить, прочих этих, ваших всех каналов, где вы стоите. Вот. И, наверное, так. Или, может быть, вы мне подскажете, как с этой иконки мне еще зайти. Может быть, Ютуб кто-то сделал такой, что нельзя уже зайти с иконки. Вот такие дела. И еще плюс у меня телефончик старый. Навернулся. Вот он. Декст называется. Вот я вам покажу. Декст. Вот. Он у меня тоже, значит, сломался, этот телефон. И я не смог через него никому тоже зайти. Мне пришлось купить новый телефон. Хороший, кстати. Вот. Хороший, кстати, телефон. Вот. Телефончик очень хороший. Вот такой вот уже новый. Вот он, телефончик. Вот я уже могу сейчас, конечно, и на Ютуб заходить. И везде я уже смог зарегистрироваться. Вот. Вот. Вот теперь я с нового телефона вот так вот уже вот показываю мой телефон новый. Вот. Название не буду говорить. Это ни о чем. Вот я ко всем могу заходить. Но вот комментарии, комментарии, не могу отправить. Не могу, вернее, зайти по комментариям. Вот, например, к Варочке не вотчу. Пробал. И вот никак не зашел я к ней. Вот никак вот к ней не зашел. И вот такое дело. Ну, в общем, короче, кто знает, В чем причина? Мне скажите, ответьте, пожалуйста. Вот и все. Вот такой вот телефон. Нормальный телефон. Это у моего друга хорошего такой же телефон. И я, как бы, мне он понравился. Пользование, в общем, во всех смыслах. Вот. Вот такой вот телефон. Вот и все. Ну, что вам скажу, друзья. До скорых встреч. Это я просто вам вот смог сказать. То, что я... В чем причина у меня была, меня, что долго не было. И в чем вообще все вещи, которые произошли. Вот. Всем желаю здоровья огромного. Всем крепкого здоровья. Вот. Не болейте. Ради Бога. Болезнь – это такая противная штука. Лучше ничего не знать про все эти болячки. Вот. Всем хорошего. До скорых встреч. С вами был Алексей, доктор Лев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода. Продолжение следует...